Около 500 тысяч квадратных километров. Протяженность воздушных трасс в зоне охвата Сеф-Урал-аэронавигации более 20 тысяч. При этом через территорию Коми проходят сразу две крупные авиатрассы. Транссибирская и Трансполярная. Ими пользуются не только российские, но и более 50 зарубежных авиакомпаний. За прошлый год филиал обслужил порядка 250 тысяч воздушных судов. Охват, ну вся республика Коми, это наша зона ответственности. Плюс к тому, недавно, ну как недавно, буквально 2-3 года назад мы расширились дальше на север. И теперь наши границы простираются и над Югорским полуостровом, это практически до Новой Земли. То есть наша северная граница заканчивается на южной оконечности Новой Земли и Северный Ледовитый океан. С новыми границами добавился и сам объем работы. Сейчас сезона поделена на 5 секторов. В пиковые нагрузки диспетчерам приходится работать вдвоем на одном рабочем месте. Пока один следит за локаторами, другой обеспечивает процедурный контроль. На сегодняшний день, наверное, где-то около 500 рейсов обслуживаются Сыктывкарским центром. Ну, тоже цифры как бы не постоянные. Как бы есть такие периоды, сезоны, как вот сейчас, да, сезон отпусков, скажем, да, появляются дополнительные чартерные рейсы. Дополнительные рейсы, согласно центральному расписанию, компания добавляет, так как пассажиропоток увеличивается. Ну, в среднем, давайте будем считать, около 500, там, может быть, чуть больше, плюс-минус. В зависимости от сезона свои особенности. Лето – период гроз. Потому сейчас большинство нештатных ситуаций как раз и сводится к обходу вортами опасных метеоявлений. Полет для пассажиров и экипажа самолета должен быть максимально комфортным и безопасным. И за это как раз и отвечают авиадиспетчеры. Для пилотов они верные помощники. Хоть у нас и приборы есть, а все равно они нами руководят, куда нам идти, куда нам лететь. Когда и летишь, и гроза впереди. А у тебя локатор, он в засветке, все время не знаешь, куда идти. Диспетчер помогает, говорит, вот туда, 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 туда. Через пять минут прошел эту грозу, и все нормально. Без них меня, говорю, нет, как слепые котята часто. Еще 15 лет назад молодых специалистов катастрофически не хватало. Сегодня средний возраст авиадиспетчеров в КОМИ 45 лет. С каждым годом он снижается. Приходит немало молодых воздушных регулировщиков. Руководство СЕФ «Урал аэронавигации» активно работает с выпускниками. К молодым специалистам здесь особое, трепетное отношение. Дело в том, что мы очень заинтересованы в том, чтобы наши диспетчера были грамотными, подготовленными специалистами. Потому что все-таки от их деятельности зависит судьба многих и многих тысяч человек, которые находятся в воздухе. Сегодня на вооружении у диспетчеров новейшее оборудование. За предыдущие 20 лет оно было полностью модернизировано во всех центрах республики. Радиотехнические системы посадки, средства навигации и наведения, радиопередающие устройства. Все это сегодня на высоком международном уровне, а потому позволяет достичь максимальной воздушной безопасности и высокого уровня регулярности полетов. Впрочем, в этом деле полагаться только на электронику нельзя. Человеческий фактор во многом определяющий, а потому требования к своим диспетчерам крайне жесткие. Уровень знаний у нас мы же постоянно учимся. У нас, хотите скажу такой анекдот небольшой? Почему медведь ушел из авиации? Летать-то научили, да зачеты замучили. Потому что мы все время сдаем зачеты. Знания, знания, знания. А еще внимание, это одно из самых важных требований к диспетчерам. Как и стрессоустойчивость. Нештатные ситуации происходят нечасто, и зачастую наши диспетчеры выходят из них с честью. Но все это результат многократных тренировок. Эта профессия не допускает ошибок. А потому процесс обучения здесь не заканчивается получением диплома. Только плановая тренажерная подготовка два раза в год. И это не считая вне плановых, в результате различных авиационных событий. Раз в два года конкурс профессионального мастерства. Это не только повод выявить лучших авиадиспетчеров. Но и в очередной раз отработать сложнейшие нештатные ситуации. Первые состязания стартовали еще в конце 80-х. С тех пор они проводятся регулярно. Я думаю, что это дало большую пользу для именно обеспечения безопасности в нашем регионе. Сейчас техника усовершенствована. Молодые люди грамотные. Но человеческий фактор никогда нельзя исключать из такого важного вопроса, как безопасность полета. Поэтому я думаю, что это очень правильная и нужная традиция, которую необходимо поддерживать. А молодые люди будут сами в себе уверены, что они обеспечат возложенную на них эту важную миссию. Нынешние соревнования проходят знаковый для предприятия год. Госкорпорации по организации воздушного движения исполняется 20 лет. За звание лучшего борются авиадиспетчеры со всех центров КОМИ. Всего 13 человек. Сам конкурс разделен на два этапа. Первый – практический. Проходит на специальном тренажере «Эксперт» в местечке Соколовка на базе Центра управления полетами. Конкурсное задание длится всего 20 минут. Впрочем, само упражнение сложное, из многих элементов. Турбулентность, отказ радиолокатора, пожар двигателя с необходимостью немедленной посадки или смена эшелонов, когда все другие заняты. Инструктор Виктор Типаков отмечает, мы специально выбираем самые сложные сценарии, чтобы полностью раскрыть профессиональный потенциал диспетчеров. Это максимально реальная ситуация. Наш тренажер спроектирован на базе настоящей системы, которую используют авиадиспетчеры. Единственная разница в наших системах – то, что информацию о движении воздушных судов диспетчеры получают от радиолокаторов, а у нас эта информация и все движение генерируют специальные устройства, программы. Перед началом практического этапа «Жеребьевка» первым демонстрировать свои навыки выходит Кирилл Бойко, пока еще начинающий авиадиспетчер из Сыктывкарского центра. Работает всего второй год. На конкурсе впервые. Сегодня по заданию у него сразу три нештатные ситуации. Впрочем, все положенные 20 минут держатся молодцом. И только после упражнения облегченно выдыхает. Вспотел, молясь, конечно. Ну а так, в принципе, ситуацию мы отрабатываем на тренажере. Ну и пытаемся соответствовать должным требованиям. Следом уже опытный диспетчер Олеся Васильева. Из года в год на конкурсе она показывает высокие результаты. Это сигнал нештатной ситуации. Пожар правого двигателя. В реальной практике диспетчера Васильевой подобного не происходило. Пока приходилось только уводить самолеты от гроз. Впрочем, и в более сложных ситуациях Олеся, как видно, не теряет самообладание. Для себя я справилась, потому что, во-первых, преодолела свое волнение какое-то в определенной форме. А так, справилась я или нет, это уже решат инструкторы, тренажеры и комиссия. Инструкторы в оценках осторожны, но признают, справилась хорошо. Как и следующий за ней Борис Шинкаренко. Он тоже постоянный участник конкурса профессионального мастерства «Самый Зоркуты». В местном центре он работает уже шесть лет. Признается, в Заполяре интенсивность движения судов ниже. Впрочем, это не повод расслабляться. Для меня лично каждый раз участие в конкурсе – это определенный опыт. Каждый раз что-то новое, каждый раз узнаешь какие-то, может быть, новые аспекты в профессии, которые до этого, может быть, даже и не замечались никогда, или особого внимания какого-то не уделялось. Да и в целом, вообще, очень, мне кажется, полезно не только освежить знания или вспомнить какие-то определенные правила той же фразеологии или еще чего-то, и посмотреть, как работают коллеги в том же Сыктывкарском Ухтинском центре. Среди опытных диспетчеров на конкурсе немало и начинающих, в их числе и Анна Чамкина. Девушка первый год как заступила на службу и получила допуск. Впрочем, как отмечают организаторы, уже показывает хорошие результаты. А все потому, что в профессию пришла осознанно. Она авиатор в третьем поколении. Дед был пилотом-инструктором, отец – бортоператором, а потому предрасположенность к летному делу у нее буквально в крови. Я разговаривала со своим отцом, и он предложил мне быть пилотом, и был вариант еще быть диспетчером. Но так как профессия пилота, я считаю, это более мужская профессия, она более, не то чтобы ответственная, она в физическом плане очень тяжелая. И для женщины я решила, что лучше будет стать диспетчером. Впрочем, чтобы стать авиадиспетчером, нужно приложить немало усилий. Помимо технических знаний и навыков, небесные регулировщики должны отлично владеть и английским языком. Сегодня это обязательное требование. Как минимум четвертый уровень по шкале ИКАО. Это знание фразеологии радиообмена. Фразеология радиообмена – это, получается, у нас такой специальный язык между пилотом и диспетчером, который исключает недопонимание. Любое недопонимание он исключает. Диспетчера у нас владеют этим языком в совершенстве, могу сказать. И дополнительно к этому владеют разговорным языком на четвертом уровне. То есть знают авиационную тематику, соответственно, все технические составляющие самолета и различные болезни тоже обязаны знать у нас, чтобы оказать вовремя помощь экипажу. При этом знание английского языка у диспетчеров из Коми на фоне России более чем хорошее. У многих не только четвертый уровень, пятый. А все потому, что в филиале проводится непрерывная языковая подготовка. Так как у нас в Сыктывкарском центре организована подготовка английского языка, я думаю, где-то вряд ли в России еще так организована. У нас помимо refresh courses, так называемых, курсов повышения квалификации, есть еще 60-часовая программа повышения знаний английского языка, которая по всей России также применяется. Но у нас еще в Сыктывкарском центре организованы индивидуальные курсы подготовки. То есть каждый диспетчер имеет возможность прийти и каждый день практически заниматься английским языком. Вот и на соревнованиях конкурсная комиссия во время практического этапа оценивает не только технические навыки, самообладание, но и знание языка. В итоге по результатам первого тура практически у всех участников конкурса не просто высокие результаты. Ко второму туру они подходят плотной группой. С учетом того, что очень много было усложняющих факторов, которые диспетчеры, инструкторы, тренажеров включили в эти учебные тренировочные задания, хочу сказать, что наши конкурсанты успешно с этим справились и очень приятно такие вещи отмечали. Это все-таки говорит о том, что уровень подготовки достаточно высокий. Очень надо отдать должное подготовке, которую они проходят на базе учебных заведений гражданской авиации, с учетом того, какая работа проводится в службах центров ОВД, службы движения, благодаря их руководителям и посредственным начальникам, руководителям полета. Окончательно определиться с лучшим авиадиспетчером удается только по итогам теории. Экзамен в классическом представлении, билеты, полчаса на подготовку и после ответ конкурсной комиссии. Включены все направления, от нормативных документов воздушного законодательства до истории гражданской авиации. В итоге первое место второй год подряд занимает Илья Козлов, авиадиспетчер Сыктывкарского центра. Честно говоря, не ожидал, потому что довольно-таки серьезные соперники были. И второй раз показать такой же уровень знаний и подготовки было, конечно, сложновато. Первый раз, когда шел на конкурс, не знал, что меня ждет здесь. Было как-то попроще. А второй раз, уже зная, какие будут примерные вопросы, какие будут требования, было посложнее. Как и годом ранее, Илья вновь поедет защищать честь республики на российском этапе. В прошлый раз он был признан там лучшим в языковой подготовке. Ведь за его плечами не только диспетчерские курсы, но и диплом по английскому и французскому языкам. Изначально Илья Козлов даже и не планировал заниматься летным делом. Он преподаватель в третьем поколении. После окончания вуза успел поработать в школе, а после пришел обучать английскому диспетчеров СЕВ Урал Аэронавигации. Летное дело так сильно увлекло его, что молодой человек сменил профиль. Филиали отмечают, так чаще всего и бывает. В аэронавигацию не переходят случайные люди. Ведь за каждым из этих диспетчеров тысячи человеческих жизней ежедневно.